Ну, это опять, еще раз попробую повториться. Мы на светских, да, я абсолютно светский человек, поэтому вы присутствуете на лекциях о светском понимании некоторых сторон христианства и о возможности, я бы сказал, взаимодействия светской, в том числе психологической, врачебной мысли, с мыслью философской и христианской. В некотором смысле этого слова существуют разные роды людей, которые двигаются в противоположном направлении. Энергия светит или исходит отсюда, из этого незримого центра, а люди, формально говоря, которые называют себя монахами, мы с вами собирались на этих лекциях, потому что вряд ли мне удастся уложиться в одну, двигаются, по крайней мере, совершают психическое усилие, чтобы продвинуться сюда, навстречу, например. Целью любых духовных практик монашества, в общем-то, является обожение. В христианских практиках, естественно, наверное, вы это понимаете, и я, разумеется, тоже, конечно, христианские монастыри далеко не самые древние монастыри на свете, буддистские монастыри и своего рода ашрамы, да, давайте скажем так, то есть монастыри в индуизме существовали задолго до христианства. Некоторые считают, что вообще возникновение монастырей так или иначе связано, является продуктом взаимодействия Древней Палестины с Древней Индией отчасти. Ну, это, на самом деле, абсолютно недостоверно является. Во всяком случае, понятно, что для того, чтобы человек, каково, исходя из наших с вами рассуждений, главное условие такого психического движения, обратно познать, движение к познанию источника света, или самого света, или самой энергии, что для этого является абсолютно необходимым, если опираться на наши с вами предыдущие разговоры. Это погруженность в материю, в телесную. Следовательно, первое, что необходимо человеку, который хочет каким-то образом погрузиться целиком в духовное, это в максимальной степени уйти от материальных проблем окружающей реальности, остаться наедине с собой и с Богом, не быть обремененным, обусловленным этим самым реальным миром. Если мы с вами удалились от мира, а, собственно говоря, монашество не единственная и не крайняя форма христианского аскетизма, да, есть еще столкничество, пустынничество. Ну, это, в общем, монастырское, но суть-то не в этом. Суть в том, что мы с вами удалились, и что мы будем делать от мира? Удалились? Нет, мы, конечно, я, ничтоже сумняшись, попробую вспомнить о практике христианства, но, тем не менее, с чем мы должны бороться-то? Ну, по-моему, это совершенно очевидно, что, вообще говоря, можно, конечно, озверить на мир и обидеться на него, но это что будет? Конечно, это еще большая обусловленность будет этим миром. Значит, что надо делать дальше? Надо избавляться от помыслов об этом мире. Ну, то есть, собственно говоря, избавляться от тех мыслей, которые с миром связаны и которые мир вызывает. которые мир в вас вызывает. Да? Как эти, как систему этих мыслей христианства традиционно именует? Я просто пытаюсь объединить наши разговоры с предыдущими, опять же, беседами. Ну, так, господа, надо, по всей видимости, для того, чтобы удалиться в пустынь или в келью, неважно. А, собственно, считается, христиане верят, что римскому солдату по имени Пахомий еще во время его службы в Риме, в римской армии. Явился ангел, который продиктовал ему, дал ему устав первого монастыря. И этот первый монастырь, так называемый, ой, тенийская она, тевенистская, вот, тевенистская обитель, он в 318 году нашей эры на территории Египта и возник. Но, правда, это был не совсем монастырь, в нашем понимании, а святой Пахомий, он до этого удалился на три года в пустыню. Вот. И поэтому, в общем, он считал, он считается создателем первого монастырского устава, а но он считал монастырь таким вот сообществом на полпути, как вы сейчас сказали, потому что в общем, потому что не гоже человеку жить одному. И что он считал, что не коллективное моление, а пребывание в неком сообществе, оно гораздо более естественно для человека и на первом для человека на первом этапе его подвига духовного. Оно помогает ему победить земные помыслы, потому что сначала должна возникать братская любовь, и только использовав братскую любовь как образ, как духовный опыт, человек может двигаться дальше. И если он хочет двигаться дальше, навстречу свету, он должен уходить дальше в пустыню и жить в полном одиночестве, и тогда возможно его приобщение к фаворскому свету. Более того, этот первый монастырь Пахомия, он на самом деле представлял из себя ну как бы отдельно стоящие жилища монахов, систему отдельных поселений, причем там было, сейчас боюсь перепутать, по-моему, что-то 20 мужских и 8 или 12 женских таких домиков, строений, и вот этого принципа строгого разделения полов в те времена еще не соблюдалось, молились вместе, и страсти преодолевали тоже вместе. Ну, мы же с вами не можем быть свидетелями того преодоления страстей, говорят, преодолевали, так что я совершенно в данном случае не смеюсь. то есть все это выглядело несколько по-иному. В чем я решил, что сейчас мы обязательно вернемся к этому вопросу, помыслы, давайте сразу попробуем определиться с тем, в чем же на мой взгляд на мой очень сильно оказались главные трудности монастырской жизни. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом? помыслы, с которыми человеку нужно для духовного подвига бороться, как называются? Это сначала прелоги. Не-не-не, это ну это же, понимаете, мы же никто в монастырь вроде, или есть люди, которые в монастырь собираются, прелоги, там, да. Я имею в виду, какое общее название носят греховные помыслы? А? У нас когда есть вкушение, это соблазны, так. Как это все называется в христианстве? Нет, я просто получаю наслаждение, потому что, вот понимаете, тут есть некая такая наша такая особенность психологии, опять же, замечательная, потому что вы все знаете, как это называется, это называется в православии восемь смертных грехов, а в католичестве семь, соответственно, смертных грехов. Я толдычиваю это моим слушателям на протяжении огромного количества передач, потому что семь кругов чистилища соответствуют семи смертным грехам папы римского Григория Великого. Он сократил количество грехов, там, как бы, его уплотнил некоторые грехи. На самом деле, эти грехи, собственно, грехи. Нет, боже упаси, собственно говоря, нет, просто речь идет о несколько забытом, а несколько забытом в нашем богословии несправедливо и одним, об одном из основателей монашества, таком, евагрии-понтийском. Это тоже один из первых создателей монастырских уставов, тоже живший в IV веке, только в конце, не в начале, как святой эпохомий. На V Вселенском соборе, в силу того, что он развивал некоторые идеи оригена, он был объявлен еретиком, и поэтому многие его работы потом приписывались Нилу Синайскому, Марку Подвижнику, но вообще он написал первую работу, которая называется «О восьми злых помыслах». Изначально никакого учения о смертных грехах, собственно говоря, не было, а изначально было учение о злых помыслах, потому что для христианской антропологии никогда не было сомнений в том, что греховен не поступок, поступок уже следствие, а, собственно говоря, помысел. соответственно, вот эта работа «О восьми злых помыслах» она есть в добротолюбии. Что такое добротолюбие, кто знает. это шесть больших томов трудов и сихастов, которые все посвящены молитвенному деланию. В России они переведены по венецианскому изданию XVIII века. Собственно, сам этот труд возник как изборник святоотеческих трудов, посвященных молитве и сихазму, практике умной молитвы. Он возник в конце, в середине XVIII века он был переведен на латинский, а в XIX веке уже в XVIII появились первые переводы на славянский, потом на русский. Он доступен, это абсолютно доступен где угодно, и в книгах, и в... Просто это очень большой по объему, это пять больших томов, и вот, кстати, шестым томом хотели издать афонские... Афонское издательство книжное хотело издать шестым томом сборник древних иноческих уставов, он вышел отдельно и в Добратолюбие не вошел, а вообще вот они хотели его... Это... Я сейчас веду речь о конце XIX века. Так вот, в Добратолюбии он называется в русском переводе о восьми помыслах анатолию. Это работа Евгения Апантийского. Вот от нее, от этой работы и происходит знаменитая представление о смертных грехах. Ну вот, из Евагрия Апантийского. Есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. Первый помысл чревоугодия и после него блуда, третий сребролюбие, четвертый печали, пятый гнева, шестой уныния, седьмой тщеславие, восьмой гордости. Чтобы эти помыслы тревожили душу, слушайтесь, чтобы эти помыслы тревожили душу или не тревожили, это не зависит от нас. Но чтобы они оставались в нас надолго или не оставались, покидали нас, чтобы они приводили в движение страсти или не приводили, вот это всегда зависит от нас. Четвертый век нашей эры. Папа римский Григорий Великий выпустил знаменитую книгу, толкование на книгу Иова или нравственное толкование, в котором надо дать ему должность. Ссылаясь на Ивагрия, несмотря на то, что он был осужден Шестым Вселенским Собором, предложил хорошо знакомые нам семь смертных грехов. Он на первое место поставил гордыню, потом другие душевные грехи, а на похоть блудья чревого годия поставил самый-самый конец. Вот что интересно дальше. Может быть, я немножко проясню, что имеется в виду под борьбой. Ну, на более или менее современном языке. Фома Аквинский в сумме теологии, но он тоже как бы следовал вот этой классификации естественно Папа Григория, поскольку он был все-таки католиком. И но интересно, что он предпочитал употреблять термин витиум. в смысле склад характера. Не столько грех, как мы его понимаем, сколько именно склонность помысел. Ну, и, собственно говоря, это, понимаете, это опять некоторый плод вот этой нашей психологии материализации, в которой мы во всем видим действия, поступок абсолютно материальных. То бишь, вот это такое наше представление, что смертный грех это, собственно говоря, поступок. Да? Это, конечно, ошибка. На самом деле имеется в виду не поступок, а помысел. И в первую очередь это классификация грехов. она создавалась для монастырской жизни, потому что, представьте себе, я уж не говорю о похоти или голоде, понятно, а вот, но представьте себе, можно и сребролюбием страдать до безумия, пребывая в монастыре. И это несомненно так, я думаю, что вы все это легко поймете, да, потому что, как бы, естественно, деньги это средства для того, чтобы получить какие-то плотские утехи и сняться, и бродят. Они тоже. И поэтому речь идет не о стяжании, а именно о сребролюбии. Аварица по-латински. То есть о любви. А вот превратится ли эта любовь в страсть или нет, потому что Евангрия это дело сугубо человеческое, внутреннее. И мы вот об этом все время отчаянно забываем, потому что все то, что мы называем научным подходом, сегодня как бы стремиться удалить вот эту человеческую часть и сказать, ну, понимаете, этот человек стяжатель, это у него такая болезнь. он, в общем, ни в чем не виноват. У него мама стяжатель, папа стяжатель, поэтому он вот этим заболел. Понимаете, какая штука. Никаких таких мыслей подобных отцам первых веков христианства, надо сказать, в голову не приходило. Так вот, я очень люблю эти слова Фомы Яквинского, потому что на самом деле в определенной степени они содержат некоторую часть значимую современной психологии в том числе. Вот что он писал о главных, соответственно, пороках. Главный порок таков, что имеет чрезвычайно желанную цель. Так что в ее вожделении человек прибегает к совершению многих грехов, которые все берут начало в этом пороке, как в их главной причине. Вроде бы мысль такая знакомая про желание, да, и про многое другое. Но в действительности вот что тут в высшей степени важно и интересно. ровно то же самое Юнг, а потом за ним Адлер имели в виду вот таким широко распространенным у нас словом комплекс. Я помню, я это помню, между прочим, с... когда это было? Это было восьми... Когда у нас Горбачевские реформы начались? Ну, в общем, с конца восьмидесятых. У меня тогда старший сын был еще маленький, и вот бабушка спала на диване, мы с ним во что-то играли и работал телевизор. По телевизору выступал Горбачев. И он Вадика тогда повернулся к телевизору «Тьфу, как мне надоело этот Горбачев!» Пошел и выключил телевизор. С дивана подскочила бабушка, подскочила спопящая бабушка и говорит «Дима, включи телевизор, немедленно нас всех посадят! Сейчас молодые не поймут о чем речь идет. А у того поколения это комплекс, потому что никакого отношения к реальности этот мамин страх не имел. Почему комплекс? Потому что это некоторый страх который вдруг приобретает огромные размеры, заполняя все сознание. У здорового человека это не бред. Да? А на чем, на каком грехе этот комплекс мог быть основан? Ну, не на чревоугодии же, правда? Ну, чтобы, в общем, как это ни странно, Ивагрий Понтийский сказал бы, что это и есть тщеславие, поскольку, видите, в его системе помыслов гордыня и тщеславие разделены. Почему тщеславие? Ну, потому что, как вы догадываетесь, в римских легионах, вокруг римских легионов, в 4 веке нашей эры жизнь была устроена наверное еще менее справедлива, чем в Советском Союзе конца 30-х годов, скажем так. И христианство тогда учило, правда, о том, что человек не может рассчитывать на какую-то свою роль в жизни. Бог определяет эту роль в жизни. И если ты хотя бы считаешь, например, что ты имеешь право на свободу, ну, скажем, боишься несвободы, то для римского легионера 4 века это, вне всякого сомнения, было тщеславие. поэтому у любых наших страхов можно найти такого рода корни. Или непонятно, почему тщеславие. Непонятно? Ну, потому что нет, дело не в жить, да, а дело в том, что это был дикий страх потерять свободу, попасть в тюрьму. А в чем заключается тщеславие, сколько, я, наверное, думаю, что старшее поколение меня легче поймет. Ну, в самом ощущении того, что ты имеешь на это право. Это вот, эта мысль, между прочим, Синеки, наверное, до конца так явно принадлежащая. Ну, а кто тебе сказал, что ты не должен сидеть в тюрьме, а если Бог пошлет тебя в тюрьму, готов ли ты к этому? А если ты к этому не готов, то ты тщеславен, поскольку ты претендуешь на некоторую особую роль, особую, быть свободным. Поскольку гордыня это превознесение себя, от тщеславия это вера в твою в некотором смысле особую роль. И это разные вещи. Да, ну, то есть это тщеславие, это представление о том, что должно быть в твоей жизни, а что быть не должно. чего я заслужил, а чего я не заслужил. Если человек решил совершать движение сюда, то их в мягком кресле не совершишь. По одной простой причине. И это понятно и естественно. Вот это очень страшно. Можно совершать другие путешествия в мягком кресле. А путешествие в некотором смысле к источнику энергии оно совершается исключительно за счет отказа от материальности. И проблема не в том, что комфорт это хорошо или комфорт это плохо. А проблема в том конкретном и непосредственном что он отвлекает. Почему? Ну потому что все знаете много людей старшего поколения. Если очень долго сидеть в мягком кресле то что образуется? Ай геморрой в лучшем случае пролежнее образуется надо положение менять как-то понимаете в общем я хочу сказать что комфорт это такая штука которую себе надо создавать он это все все то что называется в христианстве вот этими греховными помыслами или на восьмью или семью грехами смертными главными это то что создает комплексы то есть такой систему самопожирающего движения в каком случае ну они создают ценности понимаете мы с вами об этом много раз говорили давайте пойдем снизу что такое блуд не похоть и не желание женщины а блуд чрезмерно согласен а что такое чрезмерно вот один раз в день это нормально а три раза в день чрезмерно правильно понимаю в смысле а если женщина хочет что такое блуд что в чем оно заключается Ир в чем блуд заключается я не говорю что я специалист без любви еще а что без любви будет ну без любви ну без любви для здоровья ну что будет без любви как ничего дети бывают даже дети в общем все бывает что будет без любви самым главным образом все знаете на собственном опыте депрессии равнодушие и снова вот мы тут вечно в этом путаемся ну вообще главным образом без любви обычно без любви у каждого будет смена партнеров это как вот понимаете есть ли для меня что такое создание ценности или вспухание комплекс вот если для меня ценен вот этот стул я считаю комфортным то вот я его купил например или выпросил вы мне его подарили и вот я на нем сижу 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 ну сколько я на одном стуле просижу ну не знаю нет если я вот это главный кайф я сижу на стуле ну я просижу на нем может быть там два дня а потом подумаю что-то мне в этом стуле как-то не так а раз у меня другой ценности нету конечно ложное ну я не об этом я пытаюсь объяснить как это развивается что-то тут у меня как-то бедро затекло как-то мне ноги деть некуда и я говорю ну его нафиг этот стул хочу другой стул но так как и другой стул меня удовлетворяет ненадолго я остановлюсь стула мана я каждую неделю меняю стул да девушки мои и жена говорят ты что с ума сошел а я говорю я ищу удобный стул еще есть такой вариант развития событий когда я говорю когда я говорю вот я найду себе удобный стул или удобный стол и сяду книжку писать или уроки делать или там не знаю да вот и буду вот тогда я и заживу вот тогда я и заживу а пока я стул не нашел нифига никакой жизни нету ищу стул и в общем с мужчинами и женщинами на самом деле происходит то же самое потому что мы же все никак не можем соответствовать представлениям друг друга об идеальном партнере всегда в нас что-то не то ну то не то и это не то как бы все время хочется как стул поменять взять как бы и поменять и кажется вот тот партнер он будет лучше вот это и есть отсутствие любви потому что мы выдаем некоторую прямую материальность за чувство и считаем его чувством и называем его чувством вот почему я так ценю слова Фома Яквинска что главный порог это собственно говоря значит что человек имеет чрезвычайно желанную цель в материальном мире очень конкретную первобытную ну например такое вполне естественное качество как оставаться на свободе в определенных исторических условиях может оказаться вполне себе тщеславием ну как сказать и опять ну что лучше скажем тюрьма клетка гладиаторов или та же служба в римских регионах служили как вы понимаете не год как сейчас срочную службу и вообще вот наверное одна из бед самого Торигена заключалась в том что он только-только тогда начинал говорить о том что христианство есть абсолютная свобода ну напомню да 7 или 8 8 конечно поскольку по-гречески 8 тщеславие то есть снизу вверх 8 гордыня 7 тщеславие 6 уныние 5 гнев 4 печаль 3 сребролюбие 2 блуд и 1 чревоугодие а помните я рассказывал что римский папа переставил вверх поднял печаль уныние чего а вот разбирайтесь печаль и уныние это одно и то же или нет чем отличается печаль от уныния от уныния печаль это уныние печаль всегда содержит в себе самолюбование да сынок как я тобой опечален я хороший ты плохой я без тебя печалью я такой замечательный ты ушла это вообще говоря печаль уныние тьма неминуемый этап любого молитвенного дела говорили же говорили о том что обязательно следует погружение во тьму я имею ввиду что ты учишься собираешь информацию формулируешь перед собой какие-то задачи большие часто светлые абсолютно не будучи уверенным что они кому-нибудь нафиг нужны поскольку если в мои годы у студента мы отчаянно с этим боролись но было хотя бы распределение твердую уверенность например в трудоустройстве то современный студент даже нафиг не может быть уверен в том что те знания которые он учит куда-нибудь пригодятся в какое-нибудь дело а если я сознательно сказал талантливого студента увлеченного а если он убежден в каких-то своих высоких задачах высоких устремлениях каких-то искренних там интересах я не знаю неважно к чему к искусстве к технике вот например человек искренне увлечен молекулярной биологией он в чем может быть уверен ну в том что он может собственно единственное в чем он может быть абсолютно уверен в том что для того чтобы заниматься молекулярной биологией ему надо эмигрировать вот сто процентов понимаете какая штука и там и всеми биологическими науками вместе взятыми биофак факультет иммигрантов точка ну нет ну понимаете молодой научный сотрудник может не эмигрировать ну тогда он выйдет придет на работу куда-нибудь младшим научным сотрудником на полном серьезе на стабильный отклад в 6 тысяч в Москве это чистая правда если не в 5 и это как вам сказать это возможно да после кандидатской действия это возможно но это же и есть аскетический подвиг вот если вы задумаетесь да вы поймете ну как бы и на самом деле примерно там есть какие-то еще какие-то хоть какие-то гранты сейчас физики но если ты хочешь заниматься теоретической физикой не дай хос боже упаси философии это даже это слово какое-то неприличное просто тебе и 5 тысяч платить не будут понимаете как скажут ты философ да питайся святым духом и я абсолютно не шучу и человек то есть это не какие-то там тайны и секреты это просто некая абсолютно естественная вещь ты отказываешься от чего-то ну я не знаю приходя в монастырь от комфорта домашнего от там крестьянского хозяйства от дворянской семьи от чего-то еще но в том никто не твой духовник да вообще ни одна живая душа на свете никогда не скажет тебе что вот на этом повороте вот здесь ты обретешь фаворский свет и духовное посветление что ты вообще как-то чего-то в принципе добьешься на том пути на котором ты стоишь этого тебе не скажет ни один монастырь мира ни буддистский ни православный ни католический конечно конечно но если ты вообще встаешь в нашем мире на какую-то дорогу да которая наполнена интеллектом наполнена душой и вообще если ты собираешь собираешься выполнять заповеди хотя бы ветхого завета а кумран да вот рукописи которого наделали столько шума в общем по сути был таким есейским прообразом монастыря в общем да то есть это вот такое было в нашем понимании монашеское поселение где они уходили от мира для того чтобы сохранять чистоту именно в этом все и делали да потому что некоторая увлеченность с моей точки зрения да простят меня я все время оговариваю что я грешен и светский человек но ведь если мы помните мы говорили о Софии если мы говорили что человек может прикоснуться к божественному знанию то это значит что каждый человек в определенном смысле уходя в свой монастырь научный например да биологический физический математический я уж не говорю да может увидеть что-то какой-то отблеск я не говорю фаворский свет это конкретное понятие конкретное достаточно в общем переживание но какой-то его отблеск раз мы говорим о том что есть есть у человека возможность прикоснуться не к Богу не к энергии а к божественному знанию мы так говорили о Софии да я правильно сам себя цитирую поэтому знаете что мы сейчас делаем мы сейчас перерыв делаем я пытаюсь объяснить для чего я совершаю этот экскурс из которого по-моему мало что получилось но я пытаюсь сказать следующее я пытаюсь сказать что мы сейчас с вами проделываем краешком краешком даже это нельзя назвать началом но мы мы с вами проделываем некоторый опыт с которого начинается послушничество поскольку именно это отлавливание тех мысленных структур которые вот эти вот восемь или семь в зависимости от традиции главных помыслов или главных грехов обозначают их нужно в себе научиться определять потому что эти восемь это корни корни от них отходят дерево с разными мыслями которым надо научиться говорить похоть уйди какой там голод я биологию изучаю а свет от этого сам по себе ведь не наступает свет наступает от любви к богу фламенко или биологии и это твоя внутренняя любовь в керье должна все вот эти соблазны бесовские мира в себе превозмочь я думаю что тот список грехов который я вам читаю это в сущности вместе с понятием о комплексе это и есть в моем понимании бесы потому что конечно монашеское сознание принимало ну как бы создавало образы для того чтобы отогнать эти в общем вполне естественные человеческие желания в том числе и желания свободы разумеется я читал вам несколько фрагментов из пожалуй ну я думаю что очень многие со мной согласятся наверное лучшие книги по христианской медитации томаса мертона а томас мертон это человек который принадлежал ордену тропистов я об этом говорил но вскользь а трописты это католический орден собственно говоря молчальников ну то есть это орден самый строгой аскезы который можно себе представить и орден ну в общем про который ходили мрачные подозрения что они садисты в том числе и так далее и тому подобное так вот когда мертон принял обет монаха в ордене тропистов ему сказали шалишь ты великий духовный писатель поэтому ты будешь писать и говорить от нашего имени вот тебе библиотека иди пиши это молчание не твой удел за что надо сказать мертон остался им благодарен до самого конца своей жизни это огромное на самом деле страшная наша беда почему я об этом заговорил ну потому что в действительности сегодня это мечта конечно но если государство не хочет платить за культуру и науку то ученые монастыри если бы такое было возможно могли бы очень многое сохранить однако мы по-прежнему держимся только за строгость устава огороднические работы и хозяйственные нужды то есть в общем на мой взгляд перевоспитываем трудом ну понимаете я же не стану там скажем вспоминать ну пусть не монаха но все-таки священника Александра Мения который является типичным примером ну собственно уж по сравнению с русскими религиозными философами которых московская патриархия вроде бы простила и вернула в луноцеркви Александр Минь точно ну как бы мягко выражаясь будучи великим проповедникам и великим миссионерам уж точно ничего плохого церкви несомненно не сделала однако и по сей день вы и в храмах и церквях услышите как бы это ой Минь это бесовщина Минь это в общем сатана держитесь подальше держитесь подальше ты что Минь ты что хотя в общем ну абсолютно ничем совсем ничем кроме интеллекта и написания им истории религии с христианской точки зрения да он же был миссионером который проповедовал в научных институтах спорил с физиками то есть миссионером именно в области светского мира атеистического мира но в общем сатана сатана есть у меня тайное подозрение ну тайное я в этом не уверен я наблюдаю с некоторой сугубо светской стороны однако когда я в общем там в разное время по разным нуждам оказываюсь в монастырях бывает это не часто не стану скрывать ну наверное раз в году бывает то признаются мне монахи что большая часть тех кто осел в монастырь это в общем бывшие заключенные это в общем бывшие алкоголики первых больше чем вторых мы как бы рассчитываем на трудовую реабилитацию и связь с Богом и молитву причем вовсе не на умное дело а на повседневный круг молитв и работу на огороде нет я не говорю я же не могу утверждать все монастыри или там упаси меня Господи все приходы человеку гораздо проще это показывает ну уж простите практика уже реабилитационных центров для алкоголиков наркоманов гораздо проще придерживаться некого ритуала режима чем производить внутреннюю работу и если любой католический монастырь всегда требовал колоссальной внутренней работы пусть и не исихиасткой то в монастыре русском это требование в общем отсутствует сегодня потому что потребуешь вообще никого не останется и поэтому вот это вечное правило русской жизни вообще вы ученые а мы толченые с предпочтением к толченым сохраняется прежним кроме всего прочего понимаете какая штука мы об этом действительно на следующий раз поговорим потому что я попробую все-таки рассказать то что я знаю про собственно да сихи умное делание и про сам путь но ведь на самом деле путь этот чрезвычайно одинок именно поэтому древние отцы подвижники говорили что монастырь это часть пути это община а если ты хочешь окончательно погрузиться в фаворский свет то тебе надо уходить в пустынь тут есть две огромные проблемы первая огромная проблема это смотрите что получается когда я говорю этот путь одинок я говорю об эгоистическом пути в кристально чистом не ругающем а в кристально чистом смысле этого слова и возможно поэтому даже на этом пути так мало высеяло ярких святителей несравненно меньше правда в этом веке чем в 19 или 18 потому что о чем собственно говорил макарь макарь египетский пахомий если упираться в нашу схему да собственно об одной простой вещи вот о чем первое начало текста киприана керна который я читал про ангелов ангельский свет ну в общем если хотите я думаю никакой пошлостью не будет если я скажу что инок это собственно говоря проводник света от бога и ангелов людям проводник однако есть ли способы вернуться из этой колоссальной то есть как бы они конечно есть но это следующий духовный подвиг да после того как ты эту работу совершил тебе надо научиться ее передавать а вот здесь жизненно необходимо ученость язык эмпатия способность я ведь сейчас не про одну чистую ученость мы же вы же понимаете что керн в общем говорил не о биологах хотя я думаю представляете вот мечта когда биологи которые не могут найти работу имеют возможность уйти в монастырь где с точки зрения теологии и телеологии будут изучать природу и живую жизнь например эволюционные биологии да ну я имею ввиду я сейчас не про оборудование я сейчас ну хотя бы про теоретическую биологию а вот если мы с вами мендель был монахом конечно да и в монастырском садике делал он опыт да 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 конечно и между прочим кроме шуток это было бы спасением для многих областей отечественной науки и когда Василий Розанов писал что вообще как было бы хорошо если бы женщины рожали в церкви я тоже думаю что это было бы хорошо потому что если бы был специальный монастырь где женщина и с молитвой и с нежностью могла бы родить ребенка с соответствующими стерильными условиями с учеными медиками которые бы были монахами или монашками этого монастыря народа туда было бы не попасть просто и конечно это мечта и в мечте это есть некая невозможность но как всегда мы мне кажется вот в этой невозможности всегда упускаем постоянно эту самую возможность потому что ну например да и Александр Мень я считаю что отец Александр породил целую плеяду как бы самостоятельно мыслящих людей которых смело можно назвать теологами богословами да они сейчас доморощены типа меня сидим и рассуждаем вот вот я психотерапевт которому все это интересно а если бы существовал монастырь где мы могли в том числе и в спорах в покое да формировать на основе класс это колоссальная наука колоссальная христианская антропология и вообще богословская антропология колоссальная основу ее Григорий Низкий заложил я никогда у меня есть мечта все таки вот попробовать сформулировать ну например принципы психопатологии на основе русско-религиозной философии и христианской антропологии я никогда в жизни этого не сделаю никогда потому что быт необходимость зарабатывать мне все равно не даст того вот того объема концентрации внимания это кстати отдельное понятие в исихазме и мы с вами на следующей лекции об этом будем говорить чтобы я мог перелопатить да вот это вот то огромное количество литературы и главное с той духовной чуткостью поскольку проблема в том что это как проблема перевода для того чтобы понять нужно научиться то же самое рассказывать на современном языке да вот как бы и сделать это не пошло и в общем я понимаю что у меня никогда не хватит на это времени хватит но это же смотрите это должно быть чистое время монашеское время когда я работаю и молюсь и прошу Христа или Софию или занимаюсь умным деланием вторая сторона этого вопроса заключается в том что собственно между человеком который пришел в монастырь и ну его вот этими огородническими обязанностями строительными не знаю там да и его внутренним деланием то есть за это внутреннее делание спросить может только духовник который всю жизнь на пути этого умного дела не стоит уж больно это видите на какие-то такие простейшие вопросы о том что такое помыслы с чем бороться приходится никто из вас ну так сходу не ответил ничего не я за вас на это ни в коем случае не сержусь я не про то я про то что в монастырицы приходят люди или такие же или еще проще или такие же или еще проще и в общем вот это вот схимничество да вот которое следует дальше за монашеством которое исихия которое порождает старцев тех тех самых которые способны светить светить от ангелов к миру в общем по большому счету на мой взгляд на сегодняшний день эта цепь почти прервалась ну я думаю что кто-то еще есть это так ведь богом устроено что кто-то всегда есть ее нету как таковой нету ее вообще нету и поэтому и поэтому я читаю Керна потому что на самом деле вопрос возрождения да видите понимаете какая штука мы с вами говорили когда христианская медитация это можно сказать передать с помощью такого понятия там за словами кто-то есть ну это я так для себя передаю да вот это ощущение и к сожалению величайшему вот для того что это как вот я закончу на этом с вашего позволения потому что уже десятый час и вас надо отпустить это вот как да вот потому что во много мудрости много печали кто умножает познание умножает скорбь страфа вот вот понять то это что во многие мудрости многие печали может только человек этой самой мудростью обладающий а если ты этой самой мудростью не обладаешь и если ты вот этого и сделался я великим и богатым больше всех если ты этого не почувствовал и не сделал то ты остаешься просто дураком простецом поскольку ты понять этого не можешь сначала следует богатство слов а потом понимание что за этими словами что-то стоит вот ведь жестокий закон помните я пытался сказать ну это конечно очень бога уклаз даже я бы сказал сравнение что вот эта линия это постижимое знание София премудрость ну вот если София премудрость была помните когда он проводил черту по кругу по лицу бездны то в общем это означает что к сожалению вот эту вот работу по продвижению против луча творения ее начать без знаний с нуля невозможно ну это как понимаете вот юродивым можно стать это духовный подвиг однако ежели ты юродивый от рождения то ты не можешь стать юродивым потому что ты клинический олигофрен и это не есть подвиг юродства я сейчас не обсуждаю отношения к этому человеку и он в общем как всякий ребенок может извлекать святые истины но он при этом святым или юродивым никогда не станет поскольку это подвиг а подвиг можно совершить только отказываясь от чего нет а если у тебя этого изначально нет то ты впадаешь во что сначала в тщеславие ну понимаете вот это же об этом же идет речь вот я дурак и это мое достоинство ну хорошо я не буду не нравиться вам слово дурак я не буду пользоваться словом дурак хотя это замечательное русское слово я буду пользоваться словом из последней радиопередачи если я горжусь своим невежеством что это такое ну тщеславие нежелание нежелание меняться а может быть и гордыня в зависимости от человека с которым мы сталкиваемся вот вот в чем проблема на мой взгляд величайшая здесь лежащая понимаете какая штука я светский человек глядящий снаружи на происходящее в монастыре и читающий я же признаю это я не собираюсь судить монастырь его проблемы его атмосферу и все остальное я лишь хочу сказать о простых очевидных фактах они заключаются в том что для того чтобы отказаться от интеллекта нужно сначала иметь интеллект для того чтобы отказаться от знаний во имя любви нужно сначала иметь знания помните мы говорили о блаженном августине кто был и мы говорили что он выплескивал из себя да и когда он выплескал до дна вот об этом мы и говорили и в сущности экклезиаст вот эти слова царя Соломона они о том же мы все время забываем о том что для того чтобы сказать я знаю что я ничего не знаю нужно иметь знания Сократа а если их нет что говори это что не говори это никакого это пустые слова они ничего не значат за ними нет света не забывай не забывай Продолжение следует...